Городские пробки К сожалению, рассчитать удачное время и выбрать дорогу по-свободней зачастую невыполнимая задача. На дорогу от дома до работы я затрачиваю ровно полтора часа, чтобы добраться. Стало намного больше машин, нужно как-то сделать транспортную развязку больше. То есть, соответственно, количество машин увеличивается, а количество дорог остается то же самое. Страдают все – и пассажиры общественного транспорта, и автомобилисты. Последние теряют в пробках не только время, но и деньги. Расход топлива при затрудненном движении гораздо выше. Большое количество машин, скорее всего, развелось. И тот, кто не соблюдает правила. Улучшать дороги, скорее всего. Расширять дороги. Делать какие-то обходные пути. Больше, я думаю, никак ничего не сделать. Нередко затрудняют движение фуры с продовольствием для супермаркетов и торговых центров. Последние, как правило, располагаются в наиболее оживленных районах города с интенсивным движением транспорта. Кроме того, вся левобережная часть города опоясна железнодорожными путями с малой пропускной способностью транспорта на переездах. Достаточно в час пик оказаться в районе улицы 28-й армии, либо Софьи Перовской. Или же на переезде 3-й юго-восток Кулаковка, где на сих пор нет эстакады. Отчасти решить проблему загруженных автодорог мог бы демонтаж освободившихся трамвайных путей. Но этот вопрос пока остается открытым. Надо вообще пересмотреть все движения в острове. Все, понимаешь, абсолютно все. То есть надо сделать большие сбросы на светофоре со стороны яблочковые туда. То есть паузы у них увеличить. В общем, надо сделать так, конкурсную основу среди людей, среди молодежи. Пусть каждый выдвинет свои решения. Много молодежи, которые владеют компьютерами, они сами составят программы. И это дело внедрять. Эти вопросы необходимо решать, хотя бы постепенно. Что делать, если вовремя не приедет полиция, пожарная машина или скорая помощь? Загруженная дорога может стоить жизни. Сергей Рожко, Серик Намазбаев, Тимофей Кухарчук. Новости РЕН-ТВ, Астрахань.